Я снимаю себя, как мы с дочкой выбираем книги. Все? Или зовите вашего руководителя, будем с ним сейчас ругаться здесь, кричать, вызывать полицию. А вам это нужно? Здравствуйте, друзья. Это Анапа. И сегодня 27 апреля 2019 года. Мы с Машей находимся в магазине «Читай город», который находится в торговом центре Красная площадь. Маша выбирает для себя книгу. Что, Маша, ты выбираешь? Какую ты бы хотела книгу? Ага, книгу. Маша сказала, что она хочет книгу, ну, во-первых, чтобы это была фантастика, и, во-вторых, жанр антиутопия. Почему? Я так не говорила. Ты говорила? Ну, я не говорю. Ну, книг здесь много, конечно. Я Маше, конечно, не помощник в этом деле, потому что Маша сама знает, что она хочет. И она много в интернете смотрит, читает какие-то статьи о новинках литературы, о новинках и, конечно, о классике какой-то. Мама нам советует купить хроники на армии, но мы это оставили как бы на самый последний вариант, когда, если Маша ничего больше не выберет, мы, конечно, купим хроники на армии. Это что? Да знаешь, как я выбираю? Просто смотрю на облорку, потом читаю. Что это? Ну, надо прочитать аннотацию. Это зарубежная фантастика. А я вчера читал статью о библейской книге «Экклезиаст». И там в конце этой книги написано, что обращение к писателям, чтобы они много слишком не писали, потому что все равно всего не опишешь. Я не знаю, потому что на третью границу не получилось, потому что она не обращается к писателям. Может быть, сразу остановимся на хрониках Нарний? А тут есть? Не знаю. Не должно. А может, обратимся к молодому человеку, у которого на спине написано «Читаете больше книг?» Нет. А что? Вдруг он знает, допустим, какие-то проходил курсы, и знает психологию читателя, знает психологию читателя, и может сразу определить, во-первых, свои интересы по твоим глазам, и предположить, что тебе больше нравится. Но мне нравится то, что здесь никто не подходит и ничего не советует. Потому что это бывает, что раздражает. Сейчас, видимо, в тренде вот такие вот коты, которые вот там на полке. Какие? Ну, вот эти вот, с круглыми такими тупыми глазами. А, мастер и Маргарита? Да нет, я говорю про котов, которые вон наверху. А, ну, нет. Смотри, мастер и Маргарита. Ну, мастер и Маргарита, тебе пока еще рановато. Чего? Да я смотрел фильм. Ну, так что? Нам нравится, нам нравится. Ты смотри, это вот, смотри, Маша, ты читай, российская проза, зарубежная проза, новинки детектива. Вот фантастика зарубежная тоже. Я тебя не знаю. А вот детская фантастика. Ну, я как и сказала. Все, отлично. Я же говорила, что я пробежалась. А ты мне без... Вот, кстати, Евгений Водолазкин. Лаврови, авиатор, а это книга Брисбена. Сейчас он написал еще один роман, который называется... Так, а как он называется, новый роман Водолазкина? Там про музыканта. Главный герой, музыкант Глеб Яновский. Помню, а название самого романа забыл. Мальчик, плоти, девушка, мальчик, интересно, что это? Что это? Ненавижу такие обошки. Я скрываю, а величка. Отстаньте. Вот, Маша, про котов, про твоих воителей. А магазин украшен такими вот высказываниями. Все приходит к тому, кто умеет ждать Лев Толстой. Не годится становиться взрослым, не прочитав всех детских книг. Книги — это ноты, а беседа — пение. Я к вам пишу, чего же боли. Как вам пишу? Ну и другие высказывания. А Наташа недавно здесь работала. Ну, правда, работала всего одну ночь, да? Вот, одну ночь. Она пересчитывала все книги. Есть такая компания, которая занимается вот ревизией. Ревизией, вот, и она здесь вот, там было 30 человек, и они вот все-все-все пересчитывали. Я никогда не буду больше читать в катастрофе. А тебя не готовы? Ну вот, Маша, Хоббит есть. Да, что? А с каким нормативным актом? А, это меня не волнует. Не-не-не-не. Вызывайте полицию. Ну что вы? Да, я готов сразу в участок. Да это глупости, просто об этом уже пишут. Пишут, что в этих вот супермаркетах, там, магазинах, там, частная собственность. Ну, а это люди из-за глупости, не знаю. Чего они думают, что я из фирмы конкурентов? Ну и что? Что у вас, ну, в магазине в этом такого, что в других магазинах нет? Ну вот, ну и все. Я снимаю себя, как мы, с дочкой, выбираем книги. Все? Или зовите вашего руководителя, будем с ним сейчас ругаться здесь, кричать, вызывать полицию. А вам это нужно? Нет. Ну вот. Это мы обязаны. Хорошо. Покажите лучше, где у вас здесь хроники Нарнии стоят. Если вы... Ну, покажите. Вы знаете вообще свой ассортимент? Ну, давайте, показывайте. Вон там приходит. Хорошо. Доча, пойдем посмотрим. Ты странный, папа. Вон они, лежат. Где? Вот. Ой, ну понятно. Я в последнее время стал очень нервным, я даже обращался по этому поводу к врачам, поэтому мое поведение, оно... Ужасно. Ужасно и оправдано. Не оправдано. Понятно? А папа, куда-то... Ясно и оправдано. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok